Пока так сидим, то они не боятся. А как только мы начинаем говорить, тем более о правде, и думать, а почему нет перемен, почему нет лучшего, почему не все так, как хотелось бы. Вот они этого боятся. Телевизор, к сожалению, врет беспрямую. Ну, журналистская тема, она всегда врубает. Она никогда не говорит правду, потому что она... Ну, нет, знаете, бывает телевидение, бывает телевидение, которое не принадлежит беспрямую, а независимое. И когда у вас пять каналов, один может говорить не так, как вам нравится, а второй, а вы выберете себе, но когда они независимые. А когда крутишь каналы все, и все одно и то же, и одно и то же лицо, и одно и те же слова, ну так, конечно, это же нет метод. Понимаю. Понимаю. В своей стране, извините. В своей стране, я имею право, куда хочу приезжать. Сейчас вот встречаюсь с людьми. Нигде в законе встреча с людьми не ограничена. И в Конституции тоже. Просто возле здания РВД собрали? Нет, ну как бы, мы в РВД пока что не идем, хотя если позвольте в гости, придем. Моем право поразмовлять с людьми. Хочется с вами, то зайдем, поразмовляем за вас. Ничего трудного не сделаем, обещаем. Пока. Нас уже разделили. Вы с того боку, обещали, что так неповерно было. Я даже приглашаю вас с нами, поехали. Если надо, я буду в Барановичах сейчас, это ехать 15 минут. У нас это редко бывает, но если вы пришли, вы очень рады. Не, ну коленки. Конечно, если в городе лягут через десяток объявлений, так почему я... И все-таки к вам можно обратиться будет, вот уже поскольку мы уже друг друга знаем, да, мы спланируем обязательно в ближайшие выходные, но через выходные приехать сюда к вам. Запишем заявление. Запишите, если положено в районный испанкент комитета. Поможете, то есть... Нет, помочь, вы просите от меня помощь. Я говорю, что районный испанкент комитета рассмотрит ваши заявления. Но это же не значит, что... Нет, конечно, это не значит ничего. Абсолютно.